Ура! Наконец-то я сижу в своей комнате, болтаю с вами. Я скучала, я действительно соскучилась очень за вами. И я взяла сегодня чаек и решила быть такой же уютной, как и все видеоблогеры. Но опять-таки же хочу сказать, что уюта мало, потому что это обычный зеленый липсин, который в бутылках. А кружечка из Лондона. Индубль 1. Мотор. Линь, я не знаю вообще, это правильно, ребят? Напишите, мне кажется, неправильно. Ничего страшного. Где-то я могу делать так. Всем привет, ребята! Как ваше настроение, как ваши дела? По поводу школы, всего того, что происходит со мной сейчас, я хочу поговорить отдельно в каком-нибудь видео а-ля ST-Chatter. Или же там какой-нибудь вопрос-ответ такой о жизни здесь, в Краснодаре. Можете даже задать какие-то вопросы, которые вас интересуют в комментариях. Если вы хотите поболтать со мной, вернее, если вы хотите послушать мою болтовню на тему жизни в Краснодаре, поставьте этому видео палец вверх. И да, будет много видео, наконец-то, в моей комнате. И я очень сильно хочу снимать здесь видео постоянно, ежедневно. Очень часто выкладывать для вас. Потому что вас уже 30 тысяч. Спасибо вам большое за это. Я очень-очень вам благодарна. Сентябрь я провела в Милане, в Италии. И сегодня я бы хотела вам показать то, что я там приобрела. Там совсем немножечко вещей из Миланы. Именно вещей и одежды. Именно поэтому я решила, чтобы это видео не было слишком коротким и маленьким. Добавить несколько вещей, которые я прибыла до Милана или же после. Итак, холл. Милан, Италии. Соня Стурес. Всем привет. Погнали. Нет, лучше сделаю так. У нас аксессуаров. А потом уже перейдем к одежде. А потом уже к чему-то более масштабному. Удем с этих очечек, потому что они самые первые попались мне тут под руку в моей огромнейшей стопке. Эти очки я купила в магазине H&M. Они выглядят таким вот образом. Обычные классические черные очки. У меня были вот похожие очень очки, но правда из Лондона. Я их безумно любила, но потеряла. И очень долго не могла найти замену, ибо мне нужны были очки без вот этих вот тут штучек. Вот понимаете, которые если вот так вот на волосы надеваешь, надеваешь, нацепляешь, они путаются. В H&M нашла. Вполне I like it. Не знаю. Посмотрим. Следующая это такая вельветовая синяя кепочка. Тоже из магазина H&M. Она очень-очень крутецкая. Мне она безумно нравится. И на неделе моды в Москве я носила ее. Вместе с вот этим вот вельветовым синим рюкзачком. Вельветовым. Это как это? Бархат? Замшу. Не знаю. Вельвет, короче. Синий вельвет. Был ваувет. С вот этим вот рюкзаком такая история, мини-история связана. Я его увидела девочке-модели в Милане. Он мне безумно понравился. Потом я пошла в Зару. Увидела его в Заре в Милане. Но не купила, потому что, во-первых, у меня был очень большой как бы перевес. И мама сказала, типа, это не первая необходимость и вещь. Я прилетела в Краснодар. В Краснодаре пошла в Зару. К сожалению, я его не увидела в нашей Заре нигде абсолютно. Но набралась смелости, спросила у консультантов. И они мне сказали, что у них остался один на складе на Красной площади. И все. Я поняла. Это судьба судьбецкая. Смотрите, какой классный маникюр. Он так крутецки выглядит на камере. Мне он очень-очень нравится. Он такой серебристый. Просто бомбический. Я делаю ногти свои в F-Studio KRD. Ссылку тоже я обязательно оставлю внизу в описании. Так что, ребята, проходите. Промокод Goodman's. Если вы пойдете туда первый раз в этот салон красоты, вы можете получить 10% скидку на маникюр. И 15% скидку на какой-нибудь там хейрстайл. От офигенных мастеров. Так что, да, ребят. Пользуйтесь, добро пожаловать. Ссылку на F-Studio я обязательно оставлю в описании. Опять-таки же, в Краснодаре я приобрела такую штучку. SnapQueen. Прозрачный а-ля клатч. Я не знаю, на самом деле, что это было, но я его использовала как клатч. Просто взяла в руку и пошла. Здесь у меня вот так вот очень весело валяется бейж с недели моды. Я не знаю, зачем я это показываю, но у меня помпон. Теперь есть, наконец. У меня не было помпонов вообще, только один на чехле. И я поняла то, что, господи, какой я модник, если у меня нету помпонов. Поэтому, да, серый помпон с такими еще брюшками, брюшками, фигнюшками из магазина Mojito. Дальше вот такая вот крутая штучка. Я купила эту штучку в магазине Tiger в Милане уже. Наконец-то я здесь в Милане пошли. Я не знаю, что это было. Это стоило 4 евро, по-моему, 5 евро, 4 евро где-то так. Соня просто рукодельница, поэтому я вот так вот через эту липучку продела мамин старый ремень серебристый. Делала как клатч на фэшн-лик. И было очень-очень стильно за 4 евро всего лишь или 5. Мне кажется, это прям вау. Tiger. Магазин. Магазин Tiger в Милане это просто находка. Я постоянно там шопилась. Я купила в этом Tiger подарки всей своей семье. Это великолепный магазин, ребят, серьезно. Tiger я приобрела вот эту вот штуку-евеньки. Это как бы для Хэллоуина, для попкорна. Но как приехать из Милана и не купить пасту? Я купила таких несколько. Правда, в чемодане у меня это все поломалось. Как можно заметить, порвалось. Где-то вот здесь вот все такое уже непрезентабельное. Но там тот факт, что это итальянская паста. Вот такая вот корзинка. Здесь те вкусняшки, которые у меня остались. Если вам интересно, какие сладости я приобрела в Милане, я их приобрела очень много. Вы можете зайти на инстаграм моей мамы. Я ссылку оставлю внизу. И мама выложила фотку с этими сладостями моего младшего брата. Так что фоллоу мою маму. Маму время от времени появляются прикольные фотографии. И иногда даже компромат на мое фейс. Так что велкам. Такой вот крутой красный бомбер. Он мне очень-очень нравится. Я думаю, в нем снять какое-нибудь осеннее атмосферное видео. Ибо он такой красненький, как бы под осень. Он стоил 5 тысяч, а на скидку взяла за 2 тысячи рублей. Я тоже носила его на Fashion League. И если вам интересно, какой у меня был образ, то зайдите на мой инстаграм. Ссылка у меня всегда есть в описании. Еще идет вещь, которую я покупала в Милане. Вот такая вот белая футболочка из магазина Бешка. Я ее приобрела за 6 евро, по-моему. You look like my next boyfriend. Просто нереально крутые. Я их так люблю. Вот эти вот брюки. Они вау, какие они шикарнейшие. Просто too much. Господи, какие они чудесные. То есть я нажила лишние килограммы в Милане и носила их, потому что они прикрывают это все. И ноги в них выглядят реально длинными, худыми. Они из магазина Zara. Тоже надевала на Fashion Week, поэтому можете пройти по ссылке в мой инстаграм и увидеть, с чем я носила эти штаны на Fashion Week в Москве. Такой вот очень милый комбинезон. Правда, к сожалению, я его сейчас не могу надеть, потому что у нас очень холодно в Краснодаре. Выглядит он таким вот образом. Он обычный черный. Из магазина Бешка. Здесь такой V-образный вырез. И тут а-ля чокер на шейку. На самом деле я ехала в аэропорт с папой. С дачи, получается. И я ехала в юбке, в свитере. Такой, типа, ты в аэропорт в юбке пойдешь? Я такая, ну да, у меня нету джинсов. Я джинсы забыла дома. Мы были на даче, и я все свои джинсы забыла дома, в Краснодаре. И он говорит, что ты, блин, больная в юбке ехать. Пойдем, купим тебе джинсы. Приезжали в Azmol, в Pull&Beat, в первый магазин, который как бы на входе был. Я померила первые джинсы, и мы их взяли. Они шикарные. Это просто мам-джинсы. Они выглядят таким вот образом. Очень нравится то, что на конце они вот такие вот рваные. Это выглядит классно. Я очень сильно хотела себе купить Vogue американский. Скандал Дженнер, если он американский, если я правильно понимаю. Но он стоил 15 евро. 1000 рублей, даже чуть-чуть больше. Я считаю, что это как-то немножко неразумно. Я взяла Vogue Paris. Он выглядит таким вот образом. Обычно самый стандартный Vogue. Внутренности не меняются. Тем, конечно же, так как я была в Милане, в Италии, приобрела Vogue Италия. Кстати, с Беллой ходит. И с этим вот журналом шел еще вот такой вот. Посмотрите, какая классная съемка. Я очень сильно хотела себе пуму криперами от Rihanna. Два раза заказывала. Один и тот же размер. Один раз мне пришли они меньше на размер. Другой раз мне пришли больше на размер. Я их перепродавала в своем инстаграме. Я подумала, что, ну, наверное, не судьба мне с этими криперами. В магазине Footlooker были еще вот такие вот кроссовки. То есть, я не знаю, как правильно. Puma Fancy там вот это вот все. Был момент, я хотела сдать эти кроссовки. Сейчас думаю, вот дура бы была, если бы сдала. Потому что они просто шикардосные. Я никого в Казанаде таких еще не видела. Они очень удобные, безумно классные, стильные. Правда, они немножко укорачивают ногу за счет вот этих вот язычков. Если вы надеваете с юбкой, а если с джинсами, то это просто вау. Следующая обувь, это уже в Краснодаре приобретенная. На самом деле, когда я первый раз увидела эти кроссовки в черных, белых, серых цветах, я подумала, что, наверное, брать не буду. И тем более, они зашлись как-то вот под таким хипстером молодежи Краснодара. Поэтому я их не приобретала. Но потом я пришла в магазин Catshop. Оп, опять-таки же ссылку я могу оставить внизу в комментариях. Это магазин из Краснодара. Он находится в Краснодаре, в центр города. Захожу в этот магазин, и мой взгляд падает на вот эту вот пару. Ребят, ну как тут взгляд может не упасть? Он просто, он вот, он долбанес об эти кроссовки, серьезно. Это шикарная вещь. Это шикарная, вернее, обувь. Такого серебристого цвета. Это эксклюзивная коллекция. Таких я еще нигде не видела. Ни у кого абсолютно даже ничего похожего не видела. Это Reebok Instapump из магазина Catshop, как я уже сказала. И если, допустим, у тебя какой-то скучный-скучный образ, и тебе нужно его чем-нибудь разбавить, то вот эти вот кроссовки, это то, чем ты можешь разбавить любой образ. Надеюсь, вам понравилось, ребята, это видео. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Господи, вы все знаете, все. Я это говорю после каждого видеоролика. Постараюсь по возможности в ближайшее время обязательно что-нибудь разговорное снять. У меня в процессе видео из Москвы и влог. Я жду свою GoPro, чтобы перекинуть GoPro материал на компьютер и обработать, смонтировать уже до конца. У меня уже половина готова. Я осталась половина, которая из GoPro добавить. Также у меня есть материал для видео из Милана. Да, ребят, я вас всех очень сильно люблю. Удачи вам в ваших просветаниях. До новых встреч. Я надеюсь, вам действительно понравилось это видео. Мое главное вдохновение, поэтому доза для вас. Пока.